Рождество Твое, Христе Божий наш, Воссия мирови в свет разума. Что означают эти слова? Когда Ты родился, Господи, Младенцем в Вифлееме Иудейском, Когда Тебе пришли поклониться пастухи, Когда Тебе принесли дары волхвы, Золото ладан и смирну, Не тогда просияло солнце правды. Солнце правды сияло от создания мира. И вот это солнце, Бог, сотворивший небо и землю, Решил воплотиться и просветить людей во тьме и сене смертной находящихся. Ведь свет Христов, он просвещает всех. Бог и есть тот самый свет, Который, придя в этот мир, Пришел, чтобы просветить всех людей Светом веры, светом надежды и светом своей любви. И вот именно рождение младенца в мир, В мир зла и насилия, Жестокости и себялюбия. И было тем актом великой любви и жертвы, Которую проявил Господь, придя в этот мир. Мы с вами знаем, что когда Христос еще был в утробе Пресвятой Девы, В Вифлеем пришедший, Святая семья не нашла места для ночлега. И они были вынуждены уйти на край города, Даже за пределы Вифлеема, Чтобы там в загоне для скота Родился тот, который будет царем всей вселенной. Его так и назовут царем, Потому что он действительно царь всей вселенной, Воплотившийся от Пречистой Девы Марии Ради нас и ради нашего с вами спасения. И вот уже тогда, Еще в поисках места для рождения, Не было места среди людей. О, жестокое сердце человеческое! Как же мы порой бываем невнимательны к нуждам других, Как невнимательны бываем мы к скорби других людей, К тем переживаниям, которые переживают они. И это еще раз явил нам праздник Рождества Христова. И нам должно быть стыдно, Что мы люди, а мы и есть потомки тех, Которые не впустили в свой дом Страждущее Святое Семейство. Если вы не чувствуете на себе Немножечко вины за тех людей, То вы еще не поняли всей глубины праздника. Мы с вами должны понять и всю жестокость человеческого сердца В том поступке, который совершил Ирод, Который, когда был посмеян от волхвов, Когда они ушли по повелению ангела Другим путем в страну свою, То Ирод в злобе человеческого сердца Приказал убить всех вифлеемских младенцев, Который выведал от волхвов От двух лет им меньше. И всех детишек, а по преданию их число 14 тысяч, Почему до сих пор говорят, Ах вы ироды проклятые! Кто это? Это те, которые даже детей не щадят, Те, которые только о себе думают, О своей власти и о своем величии. И это опять человеческое сердце. И сегодня мы с вами видим, Что вынужденное изгнание Претерпевает тот, который родился невинным. Но мы видим с вами, Что сегодня по указу императора Начинается сразу же на Христа гонение. И те, которые должны бы получать славу от людей, Получили от него презрение. И святое семейство вынуждено По опять же предупреждению от ангела Встать, взять младенца И бежать в Египет. Именно это откровение получил Иосиф праведный, Который и сомневался в самом начале, А потом уже понял, Все, что говорит ему Бог через святых ангелов, Нужно выполнять непременно. На центральной части нашего храма Находится икона Рождества Христова. С правой стороны в углу сидит Иосиф. Иосиф, который размышляет. А напротив него стоит такой же, Как он, очень похожий человек. Но у него какие-то лохматые одежды. Это не шуба, Это даже не овечья одежда, Шкура или там тулуп. Это по иконографии Дух сомнения. И вот думает человек, Да неужели это может быть? Да только родился, Сему принесли дары, С востока золото, ладан, Как царю, как Богу, Как человеку. Волхвы пришли, Сказали, что ангелы воспели. И вдруг надо встать И бежать с этим царем, С этим великим младенцем. Да. Вот этот дух сомнения Преследует каждого человека. А что правда? А что неужели вот в церкви Такая благодать? А что неужели в причастии И есть сам Христос? А может быть, Может быть нет? А значит тогда зачем ходить? А может быть в церкви Не все так как надо? И вот этот дух сомнения Очень похож на нас. Почему иконография изображает его? Он очень похож на тебя. То есть он такой же как ты. Это ты сомневающийся. И ты вроде бы как бы с кем-то говоришь. И вот мы иногда идем И вот с кем-то разговариваем. Вот иду, а мне кто-то говорит. Или говорит, вот мне кто-то шепчет. Или вот кто-то меня вот сбил. Кто это? Или что-то мне помешало. Кто-то говорит еще. Что-то помешало. Знай, ты никогда не бываешь один. Либо ты с Богом, Либо ты с дьяволом. И шепчет тебе враг рода человеческого На ухо твое. Сделать злое Это от дьявола. А все, что ты сердцем принимаешь, Чувствуешь, что вот сейчас Вот кто-то тебе говорит Сделай добро. Вот мне бы хотелось в эти рождественские дни Пожелать вам, дорогие братья и сестры, Этого очень важного Рассудительного отношения к жизни, Которое вас окружает. Всякая добрая мысль от Бога, От светлых ангелов. Всякая мысль злая От духов злобы. Вот так казалось бы, так просто. А вот теперь попробуйте Поприменять это в себе. Попробуйте просто. Вот пришла мысль, Вот сейчас я ей вот выскажу, Вот сейчас я ей напишу, Сейчас я ей... Все, стоп. Вот прежде чем сделать, Подумай, От кого это? Вот это и есть подвиг Христианской добродетели, Рассудительность. То есть рассуди, Вот это откуда? Бодрствуйте, Трезвитесь, Молитесь, Да не внидите в напасть. Вот если этого в нас нет, То там, Там такие Клокочут в нас страсти, Такие вожделения в нас. Мы готовы всех там раскидать, Всех поубивать. Поубивать всех, Вот значит так, Ух! А вот этого нельзя. Вот это как только захотелось, Или вот только пробудилось в себе, Сразу знай, Что рядом с тобой Дух злобы поднебесный. Если хочет кто-то посмотреть На этого Духа, Вот в это время как раз зайди Вот в зеркало там, В ванную комнату, И посмотри на себя. Вот он на тебя и смотрит. Вот посмотри, Когда ты кричишь, Ты шумишь, Ты раздражаешься. Ух! Я б сейчас тут всех, Ух! Подошел. Вот посмотри. И он на тебя будет смотреть. Он в твоем очень похожем лике, Как и вот сидит Богоприимец, Старец Божий, И думает, Кто это со мной говорит? Вот кто это мне шепчет? Оставь Марию. Помните, Он усомнился, Отпущу ее, Она же беременная, Я старец, Я должен был девство ее хранить, А она уже беременная. Ну что мог подумать человек? Ну не уследил, Ну отправлю, Пусть идет, Потому что если я буду ходить, Кто же мне поверит, Я же старец, А она беременная, Молодая жена со мной. Вот сидит и думает, Вот с этим мохнатым, И разговаривает. Вот этот мохнатый, Рядом с нами ходит, Поэтому, Если ты не понимаешь Этой реальной духовной сущности, Что есть мир ангелов, И есть мир демонов, Мир добра, Мир зла, Мир света, Мир тьмы, Есть Бог, И есть сатана, Есть реально, Он есть. И самая главная его победа, Дьявола в том, Что он настолько заморочил людям Их сознание, Что люди поверили, Что его нет. Это просто люди такие, Злые. И вот со злыми надо бороться, Не с собой, Вы слышите? Церковь говорит, Над собою борись, Потому что победа из побед, Это победа над собой, А когда ты будешь бороться Со всеми плохими, Есть такое выражение У замечательного святителя Николая Сербского, Он очень точно обратил внимание На эту духовную проблему. Бог ищет созидателей, Сказал он, А не разрушителей. Тот, кто будет созидать добро, Тем самым, Будет разрушать зло. А тот, кто пустится разрушать зло, Скоро забудет о созидании добра И превратится в злодея. О, какое точное выражение! Вот только ты начнешь со всеми бороться, Не себя менять, Не добрее становиться, Не добро созидать, А со злом, Вроде бы ты, знаешь, Одну голову срубил, Раз, вторая выросла, А ты такой, Витязь, Еще отрублю, И все зло вокруг себя смогу победить. Не сможешь, Пока не победишь самого себя. Вот куда христианство обращает. Самое главное делание всех уверовавших во Христа. Победа из побед, Это победа над собой. А то, что в жизни у тебя будут разные обстоятельства, Не сомневайся, Что вот я верующая, И у меня все плохо, Или там у меня начались скорби, Испытания, Гонения. Сегодняшний евангельский сюжет нам говорит об этом событии, дорогие мои. Разве Богородица была неверующая, И казалось бы, Вот у меня теперь все хорошо было, У меня младенец Христос родился. Представляете, какая мне теперь должна быть бы жизнь, да? Вообще все мне должно быть хорошо. Я же верующая, Сказала бы Дева Мария. А ей ангел через Иосифа говорит, Встань и беги ночью. А с чем? А в общем, что есть у тебя? Вот в руки возьми, там на ослика положи. И куда? В Египет? Куда? Там разбойники, бандиты, там всякие неприятности по дороге. Она же не спросила, А за что это, Господи, мне? Я вот тут думал, А вот сейчас-то точно все узнают, И меня все примут, И вообще буду жить в римском царском дворце с Иисусом. Ну где же мне жить? Но уже его младенца гонят, Убить хотят. Поймите это, христиане. Мы христиане, Мы должны вот отсюда черпать свою правильную форму понимания жизни, Страданий, смерти, гонений, ненависти и злобы. Вот тогда мы поймем, зачем мне нужна молитва. Зачем мне нужен пост. Зачем мне нужен крест. Потому что, Если мы осеняем себя крестом и носим крест на груди своей, И еще понимаем смысл молитвы, Которую читается и поется в церкви. Господи, оружие на дьявола крест твой дал, если нам. Почему батюшка не выходит, скажем так, с серпом? Или с молотом? Или с шашкой, допустим. Вышел, но у нас же есть казачья дружина. Я вышел сейчас с шашкой к вам. И поздравил с Рождеством Христов. Вот батюшка вышел во все оружии. Это не наше оружие. Наше оружие крест. Видите, на батюшке крест, на облачении крест. На груди у него его никто не видит. Вот там у меня свой. На тельный, с которым... Я вот этот священнический сниму дома. А вот на меня вот этот крест Владыка Исидор еще возложил. А подарил мне его наместник Соловецкого монастыря. Кто его до меня носил, я не знаю. Вот пришел сюда Соловецкий наместник, еще помню, Иосиф. И с экономом. Прошли, посмотрели, только храм строился. Он снимает с себя крест. Батюшка, это тебе? Да я не имею права носить крест с украшением. Вы что, когда-то будешь? Все, пусть будет тебе подарок. Вот так кресты нам передаются, понимаете? Откуда у батюшки такие кресты? А я не знаю откуда. С Соловецкого монастыря. Подарок. И мы носим оружие на себе. На дьявола крест твой дал я си нам. Трепещет Бог и трясется, не терпяй взирать и на силу Его, яко мертвый восставляет и смертью празднись. Его ради поклоняемся кресту твоему честному и святое воскресение твое славим. Вот наше оружие, христиане православные, крестное знамение на врага рода человеческого. И не случайно наши предки знали это оружие. И только что-то появлялось. Осенял крестом. Сгинь. Сгинь нечистый. Вот раньше знали такое выражение. И всегда осеняли себя крестом. В дорогу отправлялись. Сына в армию отправлял. Мужа на работу отправляло. Вот недавно были у нас семья. Такой скандал. Ты знаешь, вот просто начни с того, что ты... А вот, ну, там между собой разборки там у нас. А ты вот, он будет уезжать. А ты его в окошко возьми так. Господи, сохрани моего единственного мужа. И помилуй. Огради, Господи, силой чеснага и животворящего креста. И сохрани его от всякого зла. Вы слышите? Зло, которое есть и будет вот это все. Вот он раз и вдруг вот в нем включится. Он проедет другой дорогой. Заблудится там, пробки будет стоять. Он немножко опоробщит. Вот надо же пробки у нас. Но он не наедет на человека. Если ты крестом ограждаешься и молишься со вниманием, ты пред Богом будешь иметь поддержку. И знаешь, что у тебя не все будет гладко. У тебя тоже будут трудности. Как у святого семейства. И гонения. Потому что сам Иисус Христос сказал, «Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. Но так как вы не от мира, но Я избрал вас, то мир будет вас ненавидеть». Запомнили эти слова? Это не их батюшка говорит. Это Иисус Христос сказал. «Его ненавидели с самого раннего детства. Гнали. Меня гнали, и вас гнать будут. Меня слушали, и вас слушать будут. И нас слушают сегодня не только наши друзья. Слушают и те, которые не всегда нам добра желают. Но пусть слушают, что мы говорим о победе добра над злом. Чем? Добром. Молитвой. Постом. Вот что нам нужно, братья и сестры. Вот потому сам Христос и сказал, «Никак род сей не изгоняется, только молитвою и постом». Значит, поститься будем в наступившем 2022 году. В среду, пятницу. Вот сейчас сплошная седмица. Называются святки рождественские. Среда и пятница. Сплошные дни. Можно есть все, что Бог послал. А вот потом, в среду, будем стараться поститься. В пятницу, в день воспоминания и сопереживания распятия Иисуса Христа, будем воздерживаться. Посты будем соблюдать. Вот к чему нас призывает праздник Рождества Христова. И я хотел бы в завершении как раз таки сказать вам, дорогие, что мы должны делать, если мы поверили в рожденного Иисуса Христа 2022 года назад. Поэтому, дорогие мои, первое, мы должны убедиться в том, что Христос есть Бог, обещанный Мессия. Это и есть Его имя. Иисус, Иешуа с еврейского. Спаситель. Спаситель. Когда мы говорим, что я верю в Иисуса, помазанника Божия, он же и первосвященник. Я говорю о том, то есть я под именем этим уже понимаю, что я верю в Спасителя, который пришел спасти меня, моих родных и близких, и всех вас. Я в это верю, что Бог пришел всех нас спасти, кто уверовал в Него и пошел за Ним. Кто не уверует и не пойдет, и не захочет, он сам себе палач. Как говорил тот же Николай Сербский, не торопись осуждать атеиста. Он нашел палача самого страшного и самого беспощадного. Он нашел своего палача в самом себе. А потому не торопись осуждать безбожника. Очень важные слова сказал этот великий сербский святой. А потому, дорогие, вот это очень важная составляющая веровать в Иисуса, который есть Христос. А Христос переводится с еврейского как Машаах, Мессия. Помните, спрашивали иудеи, ты ли Христос? То есть в переводе на понятный нам будет. Ты ли Мессия, обещанный пророками? Да. Если мы с вами свидетельствуем, что Христос родился, мы с вами говорим, что Иисус, спаситель мира, помазанник и первосвященник, и Он же, обещанный пророками Ветхого Завета, Мессия, родился. Вот оказывается, что теперь на нас накладывают. Как сказал Владыка вчера у нас на службе, что это не только великий почет и радость, но и великая ответственность носить имя Христово. Ответственность на каждом из нас. А потому воскресный день, это день, когда мы выключаем из своих календарных мероприятий, кто бы куда ни позвал. А приходите к нам в гости, простите, воскресенье, это день Божий. Я в храме. Да брось, ну давай там поедем, поотдыхаем, там куда-то шашлыки пожарим. Ну вот и потом. Завтра или вечерком. А утро, это вообще не мой день. Это день Господу Богу Твоему. Шесть дней трудись, Бог сказал. А седьмой день Господу Богу. Вот я приду в субботу к вам, проведаем. А вот в субботу уже вечер в пять часов, вечернее. И утром литургия. Все это не мое. Это вот время вселенского значения. И я во вселенной не просто клоп, не просто молекула. Я человек во вселенной. И тогда только человек, если я чело обращаю к веку, к вечности. Человек, челом, ну подними к этой вечности, которого ты сейчас пока еще живой, являющий чудо жизни самим собой. Знаете, какое-то чудо, что каждый из нас живой. Ходит, смотрит, думает, размышляет, любит, огорчается, ложится спать, просыпается, оживляется, помогает, утешает. Каждый из нас живой человек. Это чудо Бога, когда-то родившееся от своей мамы. И не забываем об этом, что мы, живые люди, непрестанно должны благодарить Господа. За все благодарите, непрестанно молитесь, всегда радуйтесь. Вот к чему зовет нас Святое Писание. А потому воскресный день, это всякий воскресный день, где бы ни уехали, куда бы ни пошли. Очень важно нам не терять веры, когда мы уйдем из храма. Это третье, к чему призывает нас сегодня Святое Рождество. Выйдя, мы не должны забывать, что мы христиане православные. Вы будете вокруг всей злобы мира, но знайте, с нами Бог. Разумейте и покоряйтесь, яко с нами Бог. А потому мне хотелось бы пожелать этого всего-навсего три очень важных для вас совета. Никогда не забывайте, что веруя в Иисуса Христа, мы имеем большую ответственность, потому что мы верим в Спасителя, в Мессию истинного обещанного Бога, который пришел в этот мир спасти всех людей, кто только этого захочет. Вот он не захочет, он его не спасет. Вот такой наш Бог любви. Ты не захочешь, ты погибнешь, не сомневайся. Ты в церковь не ходил, ты Богу не молился, оно тебе не нужно было. Ты верил во что-то другое, в какое-то светлое будущее без Бога. А без Бога не до порога говорили. И сегодня повторим эти слова. Без меня, сказал Иисус Христос, ничего же творить и не можете, а потому всякое доброе дело, которое вы будете начинать уже в наступившем, в Новом Году всегда начинайте с призвания имени Господа. Лучше прочитайте Царю Небесный, или хотя бы просто произносите, Господи, благослови. Выезжаете в дорогу, сел за руль, ну завел, пока прогреваешь. А синий крестом и скажи, Господи, благослови. И покрестил дорожку и поехал. Так что вот так, давайте жить с Богом, с родившимся Богом-младенцем, чтобы Он никуда от нас не девался, Он готов оставаться в нашем сердце. Главное, чтобы мы Его не забывали. Помоги вам всем Христос. С Рождеством вас, Христовых, дорогие. Пусть Христос, младенец, родившийся в Вифлееме, никогда не оставит нас грешных, а мы да никогда не оставим Господа. Как бы ни была трудна, а может быть немыслимо тяжела наша жизнь, только с Богом спасемся.